Ребята, всем привет! Вы на канале Печки-Лавочки. Это самый позитивный семейный влог. Сейчас, ребята, без 26. Собираюсь ехать в больницу, пью чай, одеваюсь и выезжаю. Короче, ребятки, жду такси. Была идея поехать на своей машине, но просто дело в том, что если меня, допустим, сегодня прооперирует, завтра будет уже выписыватель, или послезавтра, и выпадет снег, там навалит от этого снега, то как бы честить снег, потом после операции, такое себе удовольствие. А такси сейчас вообще недорогое удовольствие, поэтому никаких проблем. Заказал, заехал. Ну вот, ну все, сейчас уже через три минуты приедет. Все, ребята, назад пути нет. Уже приехал. Я жду врача. Будем заселяться. Короче, ребята, через минут 40 сказали операционную. Все, только приехал. Короче, сразу будет операция. Ну, вот такая вот одноместная палата. Туалет. Готовлюсь и сразу на операцию. Увидимся уже, наверное, после. Все. Буду готовиться. Прооперировали. Ну, что я вам хочу сказать. Реально страха вот такого психологически, да, психосоматики было больше, чем вот действительно чего-то страшного. Самое такое страшное было, наверное, вот перед тем, как вот обезболили вот это вот ожидание самой, самой операции. А потом обезболили, сделали надрез. Я даже вообще ничего, просто вообще абсолютно ничего не чувствовал. И там быстро все взяли, укололи, там через пару минут, хоп, разрез уже сделали, уже там доктор работает, уже что-то там управляют. Ой, блин. Ну, вообще, то есть, как бы сама операция прошла вообще так спокойно, абсолютно, ничего тут такого страшного нету. Я, правда, не видел, какой там разрез, но так пора не было. Ну, что? Все нормально. Видите, как я уже тут лежу валяются. Холод положили? А что холод не положили? Сейчас поедешь, что-то положили. Реально, 15 раз. Хорошо, спасибо. Заходил сейчас Хиллук. Сказал, вечером уже можно будет подниматься. Ну, что пить можно. Но что-то особо, как бы, и не хочется, честно говоря. Сама операция длилась примерно, наверное, минут, ну, так по ощущениям, наверное, минут 20, наверное, длилась. Ну, время операции, там, понятное дело, там, я же все было под местным наркозом. Вот, доктор там что-то говорит, там мне что-то рассказывает, какие-то спрашивают. А я что-то отвечаю, уже там уже вообще как бы у меня состояние нормальное такое. То есть, сначала у меня там трясло от этого неведения, да, какого-то, от волнения. А потом все, я уже говорю, что когда уже надрез сделали, уже я понял, что уже идет операция, и что ничего в этом страшного нет. Я уже все, так уже подуспокоился, и лежал спокойно там себе, отвечал на вопросы. Вот. Потом я уже думаю, ай, что я уже буду, там, доктора, там, ну, как бы, ему надо все равно больше внимания уделять. Там операции, чем, развиваются, но я говорю, ой, вы знаете, я только, все нормально, говорю, у меня вообще, я молодец, я, ну, все, чики-пуки, не больно, все, нормально, отлично. Ночка сегодня, конечно, была такая бессонная, просто суббот такой в голове какой-то такой, творился столько мыслей, вообще просто обо всем, обо всем. Просто вот какой-то набор каких-то картин в голове. И спал ли я вообще, как бы, я не помню. Ну, вообще сейчас думаю, может, поспать. Пока есть время, пока все равно лежачий режим. Сейчас, сейчас зайдем в буфетик, что-нибудь возьмем, покушать, перекусить. Короче, вот наш рациончик. Немножко перекушу. Потихонечку, потихонечку, вот так вот можно, в принципе, расходиться. Так, ребят, принесли ужин больничный. Картошечка, пюрешка, скумбрия, пожалуйста, и йогурт, без консервантов, между прочим. Ну, и чая налили еще. Ну, в общем, нормально тут живем, все. Сильно тоже наедался, не надо. А вот так вот перекусить на ночь, в принципе, хватит. Мы, когда лежали с детьми в больнице, в инфекционке, то я скажу, что в принципе, в принципе, еды хватало. Но, это другая больница. А кормят-то везде все равно одинаково. Наверное, я не знаю. Ну, рыбка вкусная. Хорошая, я люблю такую. Еще, ребятки, доброе утро. Ночь, поспал. Еще и вечером вырубился просто, даже не понял, как. Проснулся уже где-то. Пол шестого, наверное, точно. Я уже не спал. Выспался. Еще приходил доктор. Все нормально, я уже видел, что это самое открыл. Этот шов. Вот такое. Не жуткое. Небольшой шовчик. Ну, разрез я имею ввиду. Кстати, в палате тепло. А это сходят градусов. А у нас тут 5 градусов. Ну, если правильно показывает градусы. Ну, хотя тепло было спать. Сходил. Немножко привязали этот бинт. Ну, пластырем немножко заклеить. А то он уже начал отклеиваться отходить от шва. Сейчас, наверное, будет скоро уже перевязка. Но все равно. Пускай их держится. А то так приходится все время держать. Сходил на перевязку. Поменяли бинт. Теперь у меня там все держится нормально. Уже не разваливается. Налепили такой лекопластырь прям на весь. У меня всю повязку. А сейчас принесли завтрак. Что у нас тут? Манная каша. Вот у нас манная каша. Яйцо. Хлеб и яблоко. И чай. Вот. Сейчас перекусим. Ну, короче, ребят, на диете. Посижу немножко на диете. Вот так. Тоже полезно. Позволился сходить. Взять и кушать мороженое. Немератское зефиро. И кофеек. И кофеек. Ммм. Горяченький. Хорошо. Еще один денек. Я уже надеюсь, что сегодня меня выпишут. Вот. Ну, особо, конечно, снимать нечего. Тут постоянно практически сижу, лежу в этой палате. Ничего тут в этой больнице романтичного нету. Дома лучше. Поэтому... Хочется домой. Все, ребятки. Выписка на руках. Можно возвращаться домой. Наконец-то. Наконец-то. Вообще, конечно, ребята, огромное спасибо. Хочется высказать хирургу, который меня оперировал. Вот. Валерий Викторович. Ну, на самом деле, вот за то, что вообще не безучастным остался. Так сказать. К моей, там, болячки. Хоть она какая-то. Ну, как бы плевая, да. Такая. То есть, грыжа считается несложной операцией. Но с самого момента, когда я к нему обратился, вот до этого момента, ну просто... Отношение, конечно, ну вот приятно, что есть такие доктора. И такие хирурги, которые, ну, спокойненько все сделали операцию красиво, сделали швы, ничего не болел. Хотя, там, несколько раз спрашивали у меня, может быть, тебе обезболивающее поставить, там, укол сделать. Я говорю, ты мне ничего не болит. Думаю, что должно болеть. Ну, потому что мне вообще ничего не болело. Ну, класс. Очень аккуратно все. Супер. Все, ребятки, я возвращаюсь домой. Встретимся уже дома. Сейчас приедет муж сестры, ну и заберет вот сумку эту. Чтоб я уже не взыскал, отвезет домой. Еще. Покойно, с минуты на минуту. Все, ребятки, домой. Ничего, недолго здесь мы были. Маля. А Оля не знает, что я сейчас еду домой. Скажи, выгнали? Да, сделаю ей небольшой сюрприз своим присутствием, приездом в больнице. Пупок, если книгу рекордов Геннесса, лучший? Да, лучший пупок. Музыка. 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 Что самое, ребята? Ребяти дом. И уже перевязка проходит, так сказать, самостоятельно. Так кто там в перевязочную ходил здесь. с стерильными салфетками, септоцит и пластырем просто заклеиваю, да и все, чтобы там дышала, так сказать, кожа. Еще ничего сложного. Олька, давай, я без тебя никак, ты же знаешь. Сынулик, без тебя тут никак, без тебя никак, только смотри, мне там по животу не ляпни. Не ляпни только, сынок, и аккуратненько, аккуратненько смотри. У папы Вава. Вава у папы. Папа пока не ездит. Не ездит, пока да, смотри, видишь как мы тут. Сынок, не селайся. Да, я подержу тебя. Сыночек. Заехал, ребятки, на плановый осмотр к доктору. Ну как бы так-то вроде меня особо ничего там не беспокоит, но все-таки пускай он посмотрит своим профессиональным взглядом, оценит. Вот, и я думаю, что сюда же и приеду снимать швы. Потихонечку, помаленечку. Не трогай руками. Все, я уже без повязки хожу. Доктор сказал, пускай будет без повязки. Так, обрабатывать зеленкой или йодом. И пускай подсушивается. И, короче, все, ребята. И в пятницу, наверное, уже снимут швы. Водить машину можно. Обычными делами можно заниматься. Нельзя только резко поднимать что-то. Ну и носить. Носить там тоже нежелательно. Пару месяцев. Тяжелое носить. Тяжелое, да. Носить. Ну да. В общем, ну а так, в принципе, все окей. Ребятки, короче, все. Не буду затягивать ролик. Больничка прошла. Все, слава Богу, все нормально. Всем спасибо большое за вашу поддержку. Очень приятно. И огромное спасибо доктору-хирургу, который меня оперировал. Все, ребятки, всем пока. Удачи. Пока.